Сталин Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 Вот, так сказать, такой мотив, я помню до сих пор. 30-й год, голод на Украине. Пришлось мне идти на работу, на завод, совсем 13-летним мальчиком. Я пошел, так сказать, работать в паровозное депо. Я в паровозное депо чистил сажу на паровозах, так сказать, и получал рабочую карточку. 800 грамм хлеба, вот, так сказать, такое было у меня детство. Одновременно я, так сказать, как-то увлекался, увлекался. Любил перелистывать журналы разные, там, Огонек и все прочее, там, какие выходили тогда. И мне очень нравилось, что вот события, которые происходят в мире, фотограф где-то там в Америке, или в Москве, или в Берлине запечатлел, сфотографировал. И вот я в своей юзовке, так сказать, вот могу теперь через много лет рассматривать, как это произошло. Вот это явилось, так сказать, у меня таким, ну, зарядом, что ли, чтобы, так сказать, понимаете, как все это увлекся, увлекся именно фотоаппаратом, так сказать, вот так, фотографированием. Дальше что было? Дальше было то, что фотоаппарат был недоступен, сегодня, так сказать, аппаратуры очень много, и пришлось мне строить фотоаппарат самому, из картонных коробочек. Вместо объектива у бабушки очковое стекло было, так сказать, вот я приспосабливал и фотографировал. Вот, первые мои объекты, вот было тут интересно, так сказать, вот, и проявлял я под кроватью, красный фонарик был у меня со свечой, я зажигал и под кроватью укладывался там, опускал одеяло, так сказать, и вот проявлял, так сказать, вот так вот. Увлечение, увлечение настолько было сильным, что, значит, я первый раз, когда церковь сфотографировал и посмотрел, и, знаете, радость была такая невероятная, что вот церковь два километра почти, так сказать, да, а вот она у меня уже на пластинке, все. И так произошло, потом очередная революция, уничтожение памятников, и вот эта вот такая красивая церковь была, собор в Юзовке, и вот что из нее сделали, вот взорвали ее. Вот такая. В 30-х годах я начал печататься в газетах и журналах. Обнаружили меня в Москве в крупнейшем агентстве фотохроники ТАСС и пригласили меня на работу в 36-м году. Радио там стояло на крыше, на крыше радио, продукты, чтобы они собрались, чтобы они слушали. Фотохроника была вот здесь, вот здесь. Вот так началась война с этой фотографией. День войны первый. Ну, фотография, она тоже вошла в историю. Вот день войны первый, все. Виден адрес, видна Москва, Кремль, так сказать, улица, взволнованные лица людей. Вот так я сделал этот снимок. С обращением к народу выступил Сталин. Со всей откровенностью и прямотой он сказал, что в этой войне речь идет о жизни и смерти советского государства. Бойцы, граждане, братья и сестры, бойцы нашей армии и флорка, к вам обращаемся, друзья мои, вероятные военные нападения гитлерской Германии на нашу ружью. Начатый 22 июня продолжается. День войны, гражданин и флорка, к вам обращаемся, День войны, гражданин и гражданин и гражданин и гражданин и страдает. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Тут правый фланг войны Великой Отечественной, Мурманское направление. Разведчики идут в ночную разведку. Вот их тут семь человек, а утром вернулись четыре. Три человека погибло уже в этом снимке. Три человека погибло. Три человека погибло. Военный самолет, это были бомбардировщики, прямо меня сажали в бомболюк. В бомболюк подвешивали, вместо бомбы закрывались эти самые, привязывали меня, значит, и самолет поднимался в воздух. Три человека погибло. Меня всего грязью отдало, так сказать. Причем не только грязь, а струя была такая сильная, что я даже порезались, порезались у меня щеки, так сказать, в струю. И вот они начали бомбить Мурманск. В этот день было сброшено 350 тысяч зажигательных бомб. Мурманск был деревянный, он горел. И вот, представляете, вот остались печные трубы, все, что осталось от этого Мурманска. И вот любопытно, значит, вот, что шла эта женщина с этим оставшимся чемоданом деревянным. Я стоял с фотоаппаратом, увидел ее и, значит, щелкнул затвором. Она остановилась и говорит мне, так сказать, что же, как вам не стыдно, говорит, фотографировать наше несчастье, так сказать. Вы знаете, я от этих вопросов просто растерялся, думаю. Я говорю, мамаша, ну что сделаешь, так сказать, вот если... Вот если вы, говорит, могли сфотографировать, как наши летчики Берлин бомбят. Такая простая женщина, но такую фразу она мне подбросила, я прямо растерялся вообще. Я говорю, мамаша, я обещаю вам, если я дойду до Берлина, я постараюсь выполнить вашу просьбу. И вот так довелось. У меня есть в моей книге «От Мурманска до Берлина». Когда я пришел в Берлин и увидел одинокую старушку, идущую, так сказать, на фоне развалин, я тогда вспомнил вот эту вот женщину-старушку. Сидели два старых человека. Один из них был слепой, с повязкой на рукаве, что он слепой. Второй был поводырь. И они сидели так грустно. Я подошел и сфотографировал, щелкнув затвором. А тот, который зрячий, значит, улыбнулся. А второй спрашивает, что там происходит, тот, который слепой, так сказать. Он говорит, она сфотографирует, так сказать. Он говорит, зачем? Я говорю, не знаю, спроси. Он спросил у меня, вором, вором, дугимах бельт. Я говорю, история. Он говорит, а зачем война? Зачем все это? Он говорит, ничего не осталось у нас. Ни семьи, ни дома, ни детей, ни жен. А я говорю, куда вы идете и откуда? А мы уже не знаем, откуда мы идем и куда мы идем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, на тему, которую вы, так сказать, затравите. Это было в Будапеште. В Будапеште, значит, а январь месяц освободили какие-то кварталы и оказалось, что это кварталы бывшего гетто. Там жили евреи, собранные, так сказать, со всего Будапешта туда. Ну, страшные вещи я там видел. Там была синагога с трупами этих евреев, с этими знаками, звезда Давида, которые не убирали, не подбирали. Ну, а этот снимок я вдруг увидел. Идут муж и жена, я так понял, что муж и жена, значит, с этими звездами. И так меня поразило. Уже освободили город, но они все еще носили это звезды. Я подошел к ним, а я был одет в черном кожаном пальто, и они вообще, так сказать, испугались сразу. Думали, может быть, я эсэсовец. Я подошел, говорю, так сказать, как-то на еврейском, на еврейско-немецком языке я сказал, подождите. Подошел и взял, сорвал с мужчины звезду эту, потом сорвал, значит, женщины. Они испугались. Я говорю, на-на-на, все, все, alles gut, alles gut, alles gut. Я говорю, ибин, ох, аид, я говорю, шолом-алейхом. И когда я сказал, шолом-алейхом, женщина расплакалась, упала мне сюда на грудь. Ох, мы боялись, мы боялись. Потом, говорит, как страшно носить было вот это все время звезду Давида вот так с нашивкой здесь. Снимок этот, вы знаете, он 50 лет никуда не шел. В России ни на одну выставку я пытался его, так сказать, дать, ничего, нет, 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 нет. И только вот 50 лет победы за рубежом его начали печатать, а в нас до сих пор молчане, не хотят публиковать. Вот, к сожалению, так вот. Теперь я расскажу вам историю этой фотографии, которая стала знаменитой в Знаме Победы над Рейхстагом. Но для этого снимка нужен был флаг. Из Вены я прилетел в Москву. Меня шеф мой говорит «Возвращайтесь немедленно на Берлин». Я взял, пошел на склад в фотохронике. Там был мой друг, завхоз Гриша Любинский. Такой маленький, симпатичный, в речи. Я говорю «Гриша, где у тебя скатерти были, месткомовские?» Он говорит «Есть они». Я говорю «Ты накрывал обычно скатертью, стол накрывал красной скатертью, когда были собрания какие-то партийные или профсоюзные». Он говорит «Вот, пожалуйста, посмотри». Я посмотрел всю мануфактуру, весь этот материал красный, который я там видел. Я говорю «Я у тебя возьму, так сказать, на время». «Куда что?» Я говорю «Я тебя отдам, через пару дней». Взял, поехал домой. Моего портного Израиля Соломоновича. Я говорю «Израиль, завтра утром я улетаю в Берлин». «Улетаю в Берлин, надо шить флаги». Он говорит «Как? Что? Чего?» Ну, мы с ним рассчитали, раскроили ножницами, чтобы получилось три флага. Вот это серпи-молот, это материал, это не накрашено белой краской, а материал я нарисовал, вырезал ножницами, все в порядке, и всю ночь, всю ночь мы, так сказать, вот. Я шел, как шли войска. Ничего не знакомый город, совершенно не знакомый, развалины, руины, все дымится, пожары, солдаты, танки, пушки, одним словом, вот такое вот. Ну, а как пробираться? Пробираться? Спрашиваю, куда идешь? А мы к Рейхстагу, к Бранденбургским воротам, это вот два места, все шли к Рейхстагу. Со всех, вот, понимаете, стекались войска, так сказать, со всех, не то что фронтов, из всех армий, то 5-й ударный, то 8-я гвардейская, вот все шли, так сказать, направление было главное к центру Берлина, Бранденбургские ворота и Рейхстаг. Вот. Я ворвался в Рейхстаг, так сказать, тепло было, было рано утром, 7 часов утра, 2-го мая. Значит, дым, копоть, стрельба где-то, что-то, чего-то. Я вытащил флаг, третий вот этот, который у меня остался. Значит, и два солдата, значит, подошли, говорят, лейтенант, пошли на крышу. Я говорю, а ты знаешь, как туда идти? Он говорит, знаю. Давай, давай, пошли. И мы втроем, их три человека было, и я, значит, четвертый, по лесу, по камням, по щебням, в общем, добрались туда, на крышу. Вышли на крышу, купол перед нами, этот Рейхстаговский, а снизу пожар был, так сказать, нельзя было близко подойти, на него по лесу нельзя было вообще, сгореть можно было. Я говорю, где мы будем? Значит, взяли палку, нашли, нанизали, значит, этот флаг, и, значит, стали искать композицию. Значит, есть у меня целая последовательность снимков. Вот он стоит, солдат, так, я говорю, нет, это неинтересно, не видно Берлина. Я говорю, а вот туда полезешь, вот сюда, он говорит, если за ноги будет держать мой напарник, тогда я полезу, могу сорваться. Я говорю, давай, ты будешь держать? Буду держать. Он пошел туда, полез туда, и тут я увидел композицию, в общем, все, решил, тут я буду делать. Он схватил, значит, за ноги этого, стал держать, и, значит, вот я всю пленку истребил, так сказать, на весь этот снимок. с этим снимком была новелла, конечно. Когда я прилетел в Москву, поздно ночью 2 мая, то, значит, визировал главный редактор, руководитель агентства ТАСС, Пальгунов. Значит, я пошел в кабинет, он показывает эту фотографию, маленького размера, говорит, что это такое? Я говорю, флаг над Рейхстагом. Он говорит, а вы видели, что у этого солдата две пары часов на обоих руках, на левой и на правой. Я говорю, я не видел, я видел, что только флаг, так сказать, над Рейхстагом, все в Берлине. Нет, говорит, это нельзя, это мародер, советский солдат не может быть мародером. Давайте, убирайте этот, выцарапайте все с негатива. Ну, что я говорю? Раз выцарапать, выцарапать, я, в общем, вынужден был подчиниться. Приехал в редакцию фотохроники, взял иголку и выцарапал иголкой вот это вот на этой руке, вот на левой руке, так сказать, выцарапал часы, которые были у него. Вот такая история. Снимок этот обошел весь мир. Такой, я говорю, богатая Америка, богатая редакция. Позвонила девочка, говорит, Евгений Аннаевич, вы дома? Я говорю, да, я сейчас подъеду, привезу вам конверт из тайма, так сказать, 200 долларов за эту маленькую хуевенькую. Ой, фотографии, так сказать. Ну, на французский язык это непереводимо, наверное, да? Да, ну, я извиняюсь, я забыл про это. Ну, я ножницы дам, так сказать, чтобы вы не подумали, что я обманываю, так сказать. вот, вот. На колбасу, на колбасу. Все идет на колбасу. Иногда на сосиски. И не могла она всех вместить, родная наша Красная площадь. Парад Победы. Ну вот, было пасмурное утро 24 июня 1945 года, парад Победы. Оркестр здесь 800 человек был, стоял, как заиграл, слався, марш Глинки, композитора Глинки. Тара-та-та-ра-та-ра-та-ра-ра, тара-та-та-ра-та-ра-ра-ра, тара-та-ра-та-ра-та-ра-та-та-ра-та-ра-та-та. Из ворот выехал Жукал. Я стал дрожать. Никогда на фронтах войны я так не боялся, не дрожал. И вдруг Жуков проехал. Вот он, Жуков. Тут стояли войска. Вот так все это было. Вот. Значит, я один раз снял, снял, потом он прошел так, Жуков, вдоль Гума, вдоль Гума, вдоль Гума. Я пробежал еще метров 10 вот до этого вот, до металлической решетки. И, значит, сделал вот этот вот снимок, который остался в истории, так сказать, вот. Ну, он интересен тем, что Жуков подрался все четыре ноги, так сказать, вот лошади оторвались от земли. Вот так все это было. Ну, и я снял, и все, у меня ноги, ноги отнялись, руки, аппарат повис здесь на шее, я больше дальше двигаться не мог. А? Что такое? Не надо снимать. Что, что? Так меня, меня снимают, не меняют. А у них есть разрешение? Есть разрешение. Я тут снимал вот 50 лет назад. Где разрушение? Поймите, а? Где разрешение? Тихо, подождите. Меня снимают с фотографией, которую я делал 50 лет назад. Вы поняли? Вот Жуков, так сказать, видите? Это все я снимаю. А теперь меня снимают. Вот. Да. Еще раз спеть. Ну, что так? Куда крутиться? Ну, что так? Знали, что будет конференция в Берлине. Не знали, где она в Потсдаме будет или где, что, чего. Вдруг подъезжает машина, выходит оттуда майор, и говорит, корреспондент, среди вас есть халдей. Он говорит, вам телеграмма. Я говорю, откуда что? Из Москвы телеграмма из агентства ТАСС. Вы аккредитованы в фотосъемке Потсдамской конференции. Свяжитесь с штабом маршала Жукова. Ну, все ко мне, значит, бросились и стали у майора спрашивать. А почему халдей? Почему что? Почему я из правды? Понимаешь, я туда, я отсюда, с красной звезды. Почему не меня? Он говорит, я не знаю. Мне передали в штабе Жукова вот телеграмма правительственная, а мое дело, так сказать, вручить ему, и все, больше ничего. Перед отъездом с конференцией господина Чарчилля руководители трех держав предоставили возможность кинооператорам и фотокорреспондентам снять их на веранде дворца. Три минуты на съемку давали. Значит, я стою на стуле в ожидании, значит, Сталин пришел и копается в своих бумажках, так сказать, разбирает бумажки и голова, так сказать, внизу смотрит, что там на столе у него в бумажках. Уже прошло две минуты. Осталась одна минута для съемки. Я думаю, что ж такое? И вдруг Молотов обращается к Сталину с каким-то вопросом, Сталин скинул голову, посмотрел, и все, снимок есть. Вот снимок считайте сами, так сказать. Сталин здесь победитель. В Нюрнберге судили главных военных преступников, совершивших невероятное злодеяние против человека. Встать. Суд идет. 1 октября 1946 года. Геринг, я уже говорил, что была фигура номер один, и мне, так сказать, нужно было его снять. Что я сделал, так сказать? Здесь в этом месте сидел советский офицер, секретарь главного нашего судья Никиченко. Я подошел к нему и говорю, Вася, у меня к тебе просьба. Мне нужно снять Геринга обязательно до этой трибуны, как следует. Если можешь, после обеда не приходи на свое место, задержись где-то там. А я во время обеда сяду, приду тихо, так сказать, на твое место и, так сказать, притворю, что я секретарь, понимаешь, в чем дело. Он говорит, окей, что я буду иметь? Я сказал, две бутылки виски после вечера. Он говорит, хорошо, я согласен. Во время обеда я подошел в это место, тихо поставил аппарат на пол, чтобы охрана не видела, американская. Геринг подошел, на трибуну сел, солдаты выставили свои дубинки и тогда я тихо-тихо, так сказать, вот нажал на этот самый затвор. И вот в результате получился замечательный кадр, который, так сказать, ну, был напечатан в очень многих газетах, мира вообще, журналах и так далее. Американцам особенно нравится могущество американских солдат, эти дубинки, вот, так сказать, вот так он получился. Этого кадра ни у кого нет, хотя фотографов было много, и американцы, и французы, все, нет ни у кого, все. Никто не догадался сделать вот так с помощью две бутылки виски, так сказать, как я сделал это, так сказать. увидел и решил, значит, что это позор для него, для Геринга, что советский фотограф будет фотографировать, как Геринг обетает из этой крышки от котелка. Вот обет Геринга. Ну, пришло время, надо было уезжать из Нюрнберга, и там фотографировались разные люди на память с Герингом, так сказать. Ну, действительно, Геринг увидел, что я пытаюсь с ним сфотографироваться, и решил, так сказать, не оставлять себя на память мне, и, так сказать, закрыл лицо руками, чтобы вот, так сказать, как-то там... 50 лет назад мне быстрее шел. Так. Ага, вот. Ви. КОНЕЦ 50 лет прошло, я переживаю, как будто это вчера было. КОНЕЦ И, значит, я пришел, поставил здесь штатив, так сказать, сказал, ага, трибуна вся видна, вот тут я буду снимать. Я снимал не лейкой, я поставил большой аппарат, американский спидграфик, который мне Робер Капа подарил в Берлине, так сказать, навел, телеобъектив 400 был фокус, так сказать, я так прикинул, все, все нормально. Появился Сталин, Молотов, все руководители партии, в этот день были чехословацкие еще, так сказать, друзья у нас там в гостях, тоже были там на трибуне, Новотный был, или кто-то еще, так сказать, да. И вот мне было известно, что мальчик и девочка будут преподносить цветы Сталину и Молотову. Значит, я стоял уже на готове, значит, вдруг слышу там аплодисменты физкультурника, ура, 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 я вернулся, смотрю, побежали дети с букетами цветов. Этим двум ребятам поручили московские пионеры и школьники передать их подарок товарищу Сталину и товарищу Молотову. Товарищ Сталин благодарит за цветы товарища Юру Вольного. Значит, Сталин первый мальчик взял и поднял его на трибуну. А потом, значит, Молотов, значит, думает, когда, а я мог снять один раз одна кассета, одна пластинка, только один раз. Не то, что автомат сегодня, Никон, знаете, 15-15 кадров в секунду. Я думаю, когда же нажать? Один раз могу только нажать. Боже мой, Сталин приподнял, вначале мальчик закрыл Сталина, потом постоял, а девочка подбежала к Молотову, Молотову, схватил ее, я раз нажал, нажал, у меня так плохо стало, пот вообще-то, так сказать, глаза закрыты. Я закрыл крышкой кассету, значит, думаю, что хорошо или не хорошо, и так немножко облокотился сюда, а публика, стадион, рукоплещет, ура, 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 все кричат, ура, значит, думаю, господи, боже мой, получилось или не получилось, главная задача. Значит, вытащил рамку, ах, все, Сталин, Молотов, цветы, дети, все, господи, боже мой, и вот этот снимок обошел весь мир, весь мир обошел. По бильду у моих коллег известие, правда, ни у кого не получилось. Известие, правда, ни у кого не получилось. солдаты, воины, офицеры, такое было, так сказать, сталинское, в общем, слово. Закончите войну, выиграйте победу, жизнь для вас настанет прекрасной, хорошей, так сказать, все вы будете обеспечены, все вы будете довольны тем, что вы выиграли, так сказать, войну. Ну, в том числе я рассуждал, я много не просил, но образовалась жена у меня, потом родилась дочка в 47-м году, так сказать, в общем, стала налаживаться такая семейная жизнь, и вдруг в 48-м году в стране началось такое, знаете, брожение, там, чего-то, еврейский вопрос, вдруг возник, так сказать, кому-то не нравилось, так сказать, как его фамилия, так сказать, стали люди менять фамилии, стали увольнять, особенно людей идеологического фронта, так сказать, вот, значит, ну, например, из кинохроники всех кинооператоров, участников войны, кто был еврей, так сказать, всех освободили от работы. Знаете, прямо такое массовое явление, всех выгнали, точнее, не освободили, а выгоняли просто, выгоняли пачками. Курдели, Курдели, ха, ха! Мен ходзи, увггганген. Майн кинь. Замечательный коллектив еврейского театра во главе с Михоэльсом. Михоэльс, Зузкин, еврейский писатель, Перец Маркиш, весь еврейский комитет, антифашистский. Его все уничтожили, всех уничтожили. Вот. Естественно, так сказать, ну, как я мог сохранять, а то бы на были сняты, Михоэльс, и все остальные. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о! Я, конечно, боялся, боялся сохранять эти снимки. И вынужден был сжечь, и потом стеклянные были негативы, разбивал вообще все. Это огромный список, можно набрать, конечно, что нежелательно было держать тут этот самый... Вот эта фотография. Вы ее видели уже. Ну, так сказать, тоже меня вызвали однажды, в 48-м году, и сказали, вот масштаб работы уменьшается, делать нечем в фотохронике, увольняют из фотохроники пять человек, список показали мне, в том числе и меня. Ну, люди, которых увольняли, они все были четыре человека, были русские, а я один был еврей, так сказать. Я сразу даже не понял, что меня, так сказать, уволили из-за этого, что вот, национальность. Ну, когда уволили, демонстративно, через месяц этих четырех человек взяли опять на работу, а меня нет. И тогда я понял, что, значит, речь идет, так сказать, вот об этом, об этом моем несчастном пятом пункте, который, как каинова печать, у меня, так сказать, стояла в паспорте, так сказать. Вот он, несчастный паспорт, вот этот мой паспорт, и вот, так сказать, это самое, вот она, еврей, все. И вот это, знаете, каинова печать, так сказать, вот. Ну, я переживал, конечно, этот момент, факт. Ну, что я мог сделать, когда еще массу моих друзей то же самое поступили так же, понимаете? Ну, я все-таки написал в Центральный комитет письмо, ну, что ж такое, так сказать, я квалифицированный фотокорреспондент, то-се, да-да-да, ну... Ну, что, ни ответа, ни привета. До последнего времени вот это дело, так сказать, халдея, которое было заведено в ЦК, оно было засекречено, его, так сказать, не выдавали исследователям, вот. Вот, и в настоящее время практически только начинается изучение, исследование такого рода материалов. Вот оно, это письмо халдея, которое датируется январем 1950 года. Получив такое послание, Суслов дал указание своему аппарату разобраться, так сказать, дать ему информацию. И вскоре, ну, вот через два месяца, такая справка была представлена Суслову, в которой, в частности, говорится, была проведена спецпроверка органами Министерства госбезопасности. И эта спецпроверка показала, что халдея не мог быть использован в работе в органах печати и уволен по рекомендации органов государственной безопасности. Таким образом, халдея не получил ясного и четкого ответа и не мог получить этого ответа в то время о том, почему его уволили из ТАС без разъяснения причин. Сейчас можно, конечно, уже со стопроцентной, наверное, точностью дать ответ на этот вопрос в то, что, скорее всего, конец 1948 года, он был связан с началом кампании борьбы с космополитизмом. Руки не давали мне, называли меня космополитом, так сказать, в общем, ну, может быть, и жидом называли, евреем, так сказать, одним словом, вот как-то так. Было такое, к сожалению, было. Я сейчас помню, кто это был, что, где, как, что, так что. Внутренний враг и был, и стали евреи. И вот по тем ступенькам, о которых я говорил сначала, сначала произошло изъятие евреев из всех руководящих, руководящих партийных и государственных органов. Дальше перешли к промышленности. Директора стали убирать самых знаменитых директоров, которые во время войны отличились еврейского происхождения. Дальше наука, дальше искусство, дальше литература. И был изобретен еще один эвфемизм, космополитизм. Нельзя было сказать, убрать его, потому что он еврей. Нет, он космополит. Он недостаточный патриот. Он, так сказать, больше привержен к мировой культуре, чем к советской. Я уже анкету заполнял где-то, что-то, чего-то в учреждениях. И все равно, нет, 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 халдей, нет, не надо. В общем, отмахивались так, как от чумы. От чумы, значит, это, знаешь, чума что-то такое по-французски, не знаю, как это. Слово евреи, так сказать, все стало вне закона. Мне удалось устроиться в журнал «Клуб». Это такой профсоюзный журнал, как говорят, ничего. Вот это вот моя работа после фотографии «Катас». Вот один снимок, но он вообще говорит о многом. Вот это мой репертуар был. Танцы, шмансы, библиотеки, так сказать, и так далее. Вот это вот, так сказать. Грустное, грустное состояние было. Грустное состояние. Ну, надо было все это переживать. Я пережил, так сказать, вот так вот. И, наконец, дошло до того, И это тоже я уже как сегодня, как историк говорю, что существовал план массовой депортации еврейского населения из центральной России в Сибирь и Среднюю Азию. И для этого были даже готовы концлагеря, ГУЛАГ был готов принять советское еврейство. Счастье, что это не случилось. И смерть Сталина приостановила эти страшные мероприятия Сталинского геноцида под отношением к еврейскому населению. И смерть Сталина приостановила эти страшные мероприятия. Прощаясь с тем, чье имя для каждого несовместиво с мыслью о смерти. Прощаясь с тем, чье имя для каждого несовместиво с мыслью о смерти. Да, да, это вот все нужно и так далее. Поэтому очень трудно. Я переживал со всеми, так сказать, да. Но я переживал все-таки, переживал и фотографировал, так сказать, понимаете, вот так вот. Фух. Делим на работу вправду. Облетел я всю страну от Мурманска до Чикотки. Снимал я великие строки коммунизма, снимал я промышленность, снимал я спорт, снимал я артистов, композиторов. Через мой объектив прошли великие люди нашей эпохи. Я шел в ногу с жизнью, что происходит в стране. Я был участник строительства коммунизма, вот так сказать так. Вначале я социализм построил, а вот до коммунизма не дошел. Все, что происходило в стране, самое лучшее, естественно, отрицательно, я не снимал. Алкоголиков я не снимал, очередь за хлебом я не снимал, потому что все это было, я считал, временное явление, так сказать, и оно пройдет, так сказать, все. Очередь, очередь за красной икрой, за черной я снимал. Субтитры сделал DimaTorzok Пришел новый начальник отдела кадров, такой, значит, антисемит, открытый антисемит. Бывают антисемиты закрытые, а это прямо открытые. Говорит, я не успокоюсь, пока хоть один еврей работает в газете. Представляешь, никого не осталось. Ну, и потом до меня добрались, так сказать, придирались, что придирались, потом, значит, тоже, так сказать, выгнали всех к чертовой матерям. Во всех бедах сейчас считают, что вот евреи, так сказать, виноваты. Во всем, во всем виноваты евреи, так сказать. Начиная от революции, которую в 17-м году сделали, как будто они были виноваты, не только Ленин, а, значит, и потом остальное, остальное, все, что происходит. Зарплаты не платят учителям, евреи виноваты. Шахтерам не платят по пять месяцев, так сказать, тоже евреи виноваты. И вот, к сожалению, это вот, любого спросить, он скажет, да, да, конечно, все, так сказать, да. Вот, к сожалению, так. Это было целенаправленно, специально сделано евреями, расчленить нас Советский Союз, а потом сейчас взяли за Россию. И у власти в основном одни евреи. Вот они творят то, что они творят, понимаете, то, что творят. И вот, когда мы проснемся до конца, вот тогда мы их всех погоним в Израиль. И у нас будет все прекрасно, во всем мире будет все прекрасно. И у нас будет все прекрасно. Подайте, кто сколько может, гонорар, так сказать, да. Ну вот, плачем Израиля я завершил, так сказать. Это любимая, любимая мотивчик моей бабушки, для которой я играл еще со всем мальчиком. Она мне давала пять копеек на мороженое, так сказать, так, что я уже тогда зарабатывал. Да, грустно, грустно. Бабушки нет, дедушки нет, отца нет, в общем. Поколение уходит, хорошее поколение мое было. Мудрое поколение, мужественное поколение. Все строили коммунизм, все были убеждены, что это нужно, что это, так сказать, да, да, да. Вот так вот. Ух. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok